Это мое первое видео на канале после освобождения, после шестимесячного перерыва. К сожалению, у меня сейчас нет моего знаменитого фона, тех самых обоев. К сожалению, вынужден делать это видео на фоне белой стены, да еще и не очень чистой. Но буду пока делать видео так, в тех условиях, которые мне доступны. Это были тяжелые шесть месяцев заключения, но, хвала Аллаху, все закончилось, и сейчас я нахожусь на свободе. Я не знаю, какие еще испытания меня ждут впереди, но, иншаллах, мы будем надеяться, что на этом наступит какое-то облегчение, и дела изменятся в лучшую сторону. За то время, что я был в Ниоле, тут в сети велась целая программа по моей дискредитации, я поливался грязью. И, с одной стороны, хорошо, что я не мог на это все отвечать, потому что я все-таки человек, а сердца людей очень склонны к тому, чтобы отвечать на критику. И в какой-то момент я мог бы не выдержать, вступить в эти перепалки и испачкаться лишний раз в этой грязи. Хвала Аллаху, что я избежал этого, пусть и посредством вот такой вот не очень хорошей причины неволи. За то время, что я был в Ниоле, я очень соскучился по вкусной еде, и в том числе и по вредной еде. Поэтому, как только я освободился, я в первую очередь съездил в Макдональдс и покушал бургеров, крылышек, картошку фри и так далее. Вот, я намерен и дальше вкусно обедать. К сожалению, моя всегда любая хорошая новость бывает омрачена какими-нибудь новыми неприятными событиями, происходящими в Чечне. Сейчас это задержание руководителя Грозинского отделения мемориала Юпа Титиева. К сожалению, мы вынуждены наблюдать за тем, что происходит, и мы не можем никак повлиять на эту ситуацию, кроме того, что мы молимся, делаем дуа за него. И делаем дуа против тех, кто угнетает и его, и всех, кто проживает сегодня на территории Чеченской Республики. И мы просим Аллаха, чтобы он укрепил Юпа Титиева и освободил его из рук этих беззаконников. Своё первое видео я решил сделать без какой-то конкретной тематики. Я просто хотел в этом видео поблагодарить всех тех людей, которые переживали за меня, которые помогали мне. И так как я не согласовал это видео с многими из тех людей, которые были со мной на связи и помогали мне, я не буду называть их имена. Это и правозащитники с России, это правозащитники с Европы, с Норвегии, с Польши, с Грузии. И я хочу сказать отдельное спасибо своему адвокату, благодаря профессионализму которого меня исключили из основной базы Интерпола. Я хочу поблагодарить всех тех, кто был со мной на связи, кто оказывал всяческую поддержку из моих друзей, из тех, кто стали моими друзьями. Это очень большое количество людей, и, хвала Аллаху, я получил очень большую поддержку. За те шесть месяцев, что я провёл в заключении, было очень много событий. Вообще этот период был богат на такие события, которые очень хотелось комментировать. Но, к сожалению, я не имел такой возможности. И сейчас, конечно же, я не буду это всё делать задними. За этими числами. Но некоторые моменты я всё же упомяну и отмечу. В первую очередь я, конечно, хочу отметить конкурс Навального, конкурс блогеров, в котором я занял девятое место. И в котором Навальный очень высоко оценил мою деятельность. Абу Саддам Шишани из Чечни. 32 балла. Очень смелый молодой человек, который 100% своего времени посвящал проблемам Северного Кавказа. А в середине июля этого года он был взят под арест. И поэтому, пока не выпускает видео, надеемся на его благополучное освобождение. Я благодарю Навального и всю эту команду за смелость. Я думаю, все понимают, что это было непростое решение для Навального и для всей этой команды. Ведь человек, который хочет стать президентом России, ведет президентскую кампанию предвыборную. И ему присудить какое-то место в своем конкурсе, вообще даже отметить в своем конкурсе человека, который выступает явно сепаратистскими с точки зрения российского обывателя человека. Это смело. Это, безусловно, для него это был риск. Также нельзя не отметить и события последние. Это то, что огромная группа вредоносных таких людей покинула Инстаграм. И перешло в какую-то свою отдельную социальную сеть. Это была очень хорошая новость. Она меня очень порадовала. И у меня сразу появилась такая аналогия. Я вспомнил время 18-летней давности. Это было начало 2000 года, по-моему. Когда тогда впервые была образована вот эта администрация Чечни, которую тогда возглавил Кадыров-старший. И Грозный, естественно, был весь разбит. Война еще шла где-то в каких-то местах. Даже в некоторых кварталах Грозного еще были слышны перестрелки. В общем, была такая еще как бы незаконченная война. Активная фаза боевых действий еще шла где-то. И, естественно, вся вот эта вот администрация и та власть российская, которая тогда находилась в Чечне, они все боялись посещать Грозный. Для них это была большая проблема. Они вплоть до 2004-2005 годов спокойно не приезжали в Грозный. И вот тогда все вот эти вот правительственные различные органы, они тогда все находились в Гудермесе. И вот в начале 2000 года появились такие вбросы в СМИ, что хотят якобы перенести столицу Чечни в Гудермес. И я помню, как мы, коренные грозненцы, с каким негодованием мы восприняли эту новость. Мы все возмущались, мы говорили, как так, Грозный является столицей Чечни, город Грозный, город Джохар. Только вот Грозный может быть столицей. И мы были недовольны, что вообще ведутся такие разговоры, мы очень не хотели этого переноса. И потом в итоге так столицу и не перенесли. А сейчас уже в новейшую историю, так скажем, последние времена, мы часто вспоминали эти моменты и тогда думали, как было бы все-таки хорошо, если бы они все-таки перенесли эту границу, эту столицу в Гудермес, и даже к себе, может быть, в Центарой. Мы бы меньше видели у себя в городе вот эти физиономии неприятные, которые разъезжали на дорогих автомобилях с номерами серии Караа по городу, в котором мы родились и выросли. И было бы идеально, если бы у них была своя столица, у них вот все, если бы у них было бы свое локальное где-то там, и мы бы меньше с ними сталкивались в обыденной жизни. И вот сейчас в Инстаграме произошло примерно что-то такое. Они ушли из Инстаграма и сделали для себя свою отдельную социальную сеть, в которой теперь будут только они и огромная армия вот этих вот лизавлюдов, которых было тошно смотреть и наблюдать в Инстаграме. Сейчас у них будет своя соцсеть, и они будут заниматься всей этой своей деятельностью там у себя. Конечно, Инстаграм полностью от них не избавится, но, тем не менее, их станет заметно меньше. Хвала Аллаху, это хорошо. Остается только поблагодарить за это американцев, Америку, что они все приняли такое решение. Что ж, я еще раз благодарю всех, кто переживал за меня, кто молился за меня все это время, и кто писал комментарии и ждал моего появления с нетерпением. Следите за обновлениями на канале, будьте со мной, а я буду стараться делать интересный контент. И вся хвала принадлежит Аллаху Господу миров. Ассаляму алейкум в рахматуллах.